Мы в нашем университете приняли решение, что есть необходимость все-таки проводить такие дополнительные учебные занятия в формате курсов повышения квалификации для наших магистрантов. Магистрантов нашего университета. Дело в том, что каждый из магистрантов, вы знаете, что вы учитесь на своем направлении подготовки, вам рассказывают либо про историю, либо про психологию, либо про что-то там еще. Но рядом, в соседней области знания, тоже социогуманитарной, происходят тоже очень интересные разные явления и многие открытия совершаются. И так получилось, что несколько десятилетий назад все-таки наше социогуманитарное знание очень сильно разошлось по своим маленьким научным нормам. И это было обосновано, собственно, мы все знаем, что философия – это мать всех наук, и из философии рождались другие науки, и они все развивались, расширялись. И в итоге сформировались многие научные дисциплины, как они сейчас есть. Я хотел бы подчеркнуть, что как раз последние 10-15 лет все крупные наши ученые осознали, что в своей точечной науке многие докопались до ядра знания, и уже сложно найти какие-то новые смыслы. Мы понимаем, что любая наука – это в первую очередь генерация научного знания. Любая наука – это попытка найти что-то новое. И вот за несколько десятилетий, грубо говоря, социология отмечала 50 лет в прошлом году, как научная дисциплина и институт в нашей стране. А психология тоже относительно молодая, как научная дисциплина. Социология, психология, политология – еще более молодая наука. Но вот так или иначе, получается, что в каждой из наук происходят какие-то свои процессы, свои исследования, своя методика, хотя это все близко родственной науке. И мы пришли к пониманию, что, конечно, целесообразно для того, чтобы наши магистранты, все-таки выпускники Гауган, могли говорить, что они не просто магистр психологии или магистр истории, а чтобы могли говорить, что они все-таки эксперты в социогуманитарном знании, мы решили проводить вот такие краткие, небольшие курсы повышения квалификации для того, чтобы вы услышали что-то новое для себя, возможно, и узнали, как развивается соседняя социогуманитарная наука, возможно, какие-то методы взяли себе на вооружение, и таким образом это все будет способствовать развитию социогуманитарных связей. Итак, ну и в целом вы, может быть, действительно сможете совершить какие-то интересные прорывные открытия именно в вашей науке, потому что сможете заимствовать инструментарий коллег.